Всем привет! Блендер 2.91. Вот такие вот заготовки сделал Макс Петрик на стриме. Это вот доска, нож, лук. И суть в чем? Нужно сделать, чтобы вот этот лук нарезался именно кольцами и была словом анимация. Вот этот нож должен резать этот лук вот на этой доске. Здесь он потом будет, наверное, жариться. Ну как это все дело сделать? Давайте посмотрим. Я сначала сохраняю вот этот лук в формате OPSH разными деталями вот этими. Вот этими. И меняю им сетку. Точнее вот этой части поменяю сетку. Здесь сетка вот выглядит вот так. Здесь нужно нарезать лупы. И именно в Edit Mode использовать можно Loop Cut. Ну я просто в программу закинул, сделал ремешер вот этому всему делу. И давайте посмотрим, как все будет происходить. Так, новый проект. Delete. Так, камеру можно отключить. End панель. Сразу Screencast K включу, чтобы вы видели, что я нажимаю. Так, семерка на нампаде. И нужно закинуть этот лук. Так, первое, значит, импорт. Обж. Находим этот лук. Вот он. И теперь нужно закинуть еще хвост. Так, импорт. Обж. По-моему, это будет первая часть. Так, оно. Нет. Ctrl Z. Это у меня вторая часть. Import Ops. Look 2. Так, вот. Теперь открываем. Вы видите, что вот так вот выглядит лук. Семерка на нампаде. И давайте его нарежем. Резать будем в Edit Mode. Вот такая сетка. Находим. Рентген. Ставим вот этот Warframe. И теперь снимаем левый щелчок мыши. И левая кнопка мыши. Выделяем вот эти кольца. Выделяем. Пи английское Selected. Отключаем. Вот этот лук пока. И режем дальше. Так. Большие, наверное, дольки будут. Чуть поменьше. Так. Опять же. Пи. Selected. И погнали вот так все это дело делать. Это сейчас на глухонемом я вам покажу. Продолжение следует. Итак, думаю, вот столько долек пока будет достаточно. Теперь какой процесс? Нужно первую дольку. Вот эту. Так. Вот эту отключить. И добавлять теперь к каждому вот этому мешу, саптулу, именно толщину. Давайте выбираем вот эту деталь. Находим модификаторы. И добавляем Solidify. Так. Слишком толсто делать не будем. Ну, в принципе, вот это пойдет. И применяем Apple. Теперь выбираем вот этот, саптулу. Делаем теперь Solidify. Так. Solidify. И применяем. И к каждому вот этому саптулу даем толщину. Так. Это многовато будет. Применяем. Так. Итак, лук у нас нарезан. Толщина дана. Давайте теперь материал какой-нибудь выберем. Так. Вот этому луку ставим материал. И поставим. Давайте зеленый. И потемнее, наверное. Что-то в таком духе. Так. И поярче что-то. Во. Радостней, чтобы все это дело было. Так. Смотрим, как применилось. Во. Теперь ставим вот этому хвосту немножко, наверное, посветлее. Да. Вот так вот. Во. И вот у нас получился лук. Теперь нужно в эту сцену импортировать нож. Так же доску. Ну, пока хватит. И попробуем сделать анимацию. Так. Семерка на нампаде. Сохраняю проект. Save us. Так. Это у меня. Так. Семерка на нампаде. Теперь нужно вот нож выбрать. Посмотреть, какие модификаторы. Вот. Применить все это дело. Так. Это тоже. Объединяем. Control. J. Теперь доску. Сковородка пока не нужна. Ну, в принципе, нужен только нож пока. И вот, вот эта вот доска. Значит, Control и. Остальное мы пока Delete удалим. Так. И вот это все дело. Вот это все дело. Нужно сохранить в формате FBX. Так. Export FBX. На рабочий стол. Так. Да. На рабочий стол. и пишем кухня. Или нож, доска. Чтоб потом не путаться. Открываем теперь проект с луком. Импортируем сюда формат FBX. И вот все это дело нужно теперь, наверное, так. Ну, доску покрасить надо. Она будет у нас, давайте, коричневая. Чуть-чуть, наверное, потемнее. Вот так пускай будет. Нож. Нож теперь нужно сделать Edit Mode. Выбираем полигоны. Выбираем какой-нибудь полигон. L, английская. Разъединяем теперь вот эту ручку, чтобы все это дело покрасить. Это P Selected. Теперь выбираем гайки. L английская. Или давайте нож сразу выберем. Так. L P Selected. И гайки уже сами отсоединятся. Так. А что тут получилось? Ну, сейчас будем смотреть. Так. Object Mode. Ножу поставим цвет металла. Вот так как-то. Добавим ему типа металла. металла. Вот так вот. И ручку сделаем, наверное, тоже такую тёмную. Ну, пусть тоже коричневая будет. А гайки? Вот гайкам назначим тоже материал. Так. Где тут? Вот так. Дипа металл. Ну, а теперь всё это дело можно, наверное, объединить опять. Ctrl J. Теперь лук. Так. Пусть лук на месте. Уложим вот сюда вот так вот доску. Так. Сначала лук, наверное, повыше поднимем. Единица нам падить чуть-чуть повыше. Доску теперь переведём вот сюда. Смотрим, как тут всё лежит. Так. Давайте сейчас, наверное, доску ещё побольше сделаем. Ну да, где-то так. Потому что лук сейчас нельзя прибавлять. Так. Нож выбираем. Семёрка на нампаде. R разворачиваем вот так вот. Теперь тройка на нампаде. Нож R перекручиваем. И немножко его вот сюда как бы подставляем. Так. Семёрка на нампаде. Единица на нампаде. Тройка на нампаде. Делаем R. G. Типа нож вот здесь будет лежать пока. Так. Семёрка на нампаде. Единица. Тройка. Нормально. Так. Семёрка на нампаде. R. Неправильно. Будет резаться с этой стороны. Значит, нож должен тут лежать. Вот так. Так. И теперь суть вопроса в том, что нужно добавить вот каждой вот этой детали вот каждой именно косточку. это добавляем shift A. Находим арматуру. Single bone. Вот так боком. Так тройка поставим. Так боком. косточку теперь G. Подставляем как бы вот сюда. Делаем ей S. Так. Семёрка на нампаде. Единица на нампаде. Чтобы лучше потом анимация происходила. Давайте её вот так вот развернём. И делаем G. Вот так вот. Семёрка на нампаде. Включаем рентген. Отключаем пока. Так. Это вот. Вот эти косточки. Вот эти все части мы отключим. Вот таким вот образом. Семёрка на нампаде. G. И делаем вот так. Сначала вот эту часть лука. Выделяем через shift косточку. И делаем ctrl P. Ну допустим. Bond. Так. Если мы выберем косточку. И попробуем G вводить. Вот всё. Всё прикрепилось. Теперь. Включаем все вот эти части. И попробуем, наверное, выбрать косточку. Получится нет. Так. Наверное, ctrl Z. Сначала всё это дело отцепим. Вот. Теперь выбираем косточку, чтобы не мудиться потом. Всё. Включим. И вот так вот будем делать. Shift D. Или shift A. Так. Не. Давайте shift D. И перетаскиваем косточку. Так. Надеюсь, не срастутся они. Shift D. Выбираем. Перетягиваем. Shift D. И погнали вот сюда их дальше укладывать. Так. Семёрка на нампаде. А вот теперь выбираем сначала вот эту часть и вот эту косточку. Как мне реклама достала. Делаем ctrl P. Bon. Теперь выбираем вот эту часть. Вот эту. Ctrl P. Bon. Вот эту часть. И погнали дальше. Косточки вставлены. Всё нормально. Теперь нужна косточка именно для ножа. Так. Тут долька какая-то ушла. Shift D. Челчок. Ctrl P. Bon. Всё. Привязка прошла. Делаем теперь. Давайте добавим Shift A. Ещё одну кость. Single Bon. Включим теперь видимость именно ножа. Вот эту косточку берём. Вытягиваем к ножу. Единица на нампаде. Делаем R. Делаем G. И к ручке сюда подводим. Вот так, чтобы выступала. И немножко можно S. Вот так вот. Выбираем нож. Выбираем косточку. Ctrl P. Bon. Теперь. Что можно сделать? Выбираем доску пока. Выбираем вот так вот косточки. И вот эту косточку выберем. Зайдём в POS MOD. Выберем вот так вот кость. Тройка на нампаде. R. Перекрутим. Так. Сначала, наверное, запишем первую вот эту вот. Первый кадр. А, И. Локрут. Переведём, ну, где-то, наверное, на десятый кадр. Выберем кость именно ножа. R. Перекрутим. И G. Подставим, как бы, вот сюда. Так. Так. Вот так чуть-чуть переведём. Единица на нампаде. Сделаем R. Вот так, да. Так, сначала на CTRL Z делаем А, И. Локрут. Первый раз сделаю. Вот раз так. На двадцатом кадре выбираем кость ножа R. Нажимаем. Вот так вот. Так, чуть-чуть поменьше, чтобы тут доска ещё была. Он как бы ещё протягивать вроде должен. Ну, по примитиву сделаем. Так. А, И. Локрут. Поворачиваем вот так. Теперь выбираем вот эти две косточку ножа. Так, переведём на тридцатый кадр, допустим. И вот эту косточку выбираем. И вот так вот. R. G. А вот эта часть должна теперь как бы R и G упасть. Вот так как-то. А, и локрут. Вот она упала. Теперь на сороковом кадре нож R выравнивается. G опять поднимается выше. А, и локрут. И теперь опять должен опуститься. Так, это значит R. И вот эту косточку теперь тоже выбираем. Так, наверное, вот это всё пропишем сейчас. А, и локрут. И вот здесь он теперь на шестидесятом кадре будет уводить. Опять боком ставим. Выбираем нож. Выбираем косточку вот этой лука. И G. Немножко R. Так вот, G. А, и локрут. И вот здесь где-то на шестьдесят... Давайте в шестьдесят третьем кадре косточку вот эту вот R. Деталь эта тоже падает. Так, а нож... Пока она падает. G поднимаем сюда. А, и локрут. Посмотрим, что получилось. Вот нормально получается. Теперь на семидесятом кадре... Так, вот здесь, наверное, ещё... Нож вот так вот пропишем. Вот так. А, и локрут. Теперь семидесятый кадр. Опять же он... R опускает. Ах, ты, и дрит копать. Ctrl-Z. Выбираем косточку ножа. И R. Так, G. И R. Вот так вот. А, и локрут. А, и локрут. Здесь теперь... Так, пятидесятый. Шестьдесятый на восьмидесятом. Теперь... Нож выбираем. Нож выбираем. И выбираем вот эту косточку. Так, я тут две кости выбрал. Ну ничего. Теперь опять... Нож... 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 Вот это... Пока будет падать... Нож уже должен уйти... R вверх. Выровняться. И G вот сюда. Так, семерка на нампаде. И вот к этой части уже к дольке должен подойти. А, и локрут. Смотрим, что получается вообще. Во, нормально. Так, теперь на девяностом кадре... R нож опять опускается. Так, сначала G. Теперь R. Так, G на эту сторону. А, и локрут. И теперь на девяносто третьем... Нож поднимается вверх. Так, эта единица нампаде-то. R, G. А вот эта долька падает. А, и локрут. А, и локрут. Нож R. Нож R. Так, сначала нож... G вперед. Теперь уходит. Ну, чтобы динамика у него какая-то была. G опускается. И R отрезает. Даже можно... Вот здесь вот прописать теперь. А, и локрут. Следом... Так, где-то... Ну, вот на сотом... 110-й. Немножко... Так, вот так. G переводим сюда. А, и локрут. И на 110-м делаем теперь какую-то штукенцию. С протягом попробуем теперь. Нож уходит вперед. А долька падает. А, и локрут. Заходим в POS-мод. Object-мод. Смотрим теперь на доску. Семерка на нампаде. Доску подставляем сюда. Так, выбираем теперь кости. Ставим 110-й кадр пока. Отключаем видимость ненужного. И смотрим так на первый кадр. Ну, вообще-то прикольно. Ну, вот что-то такое получилось. Все, всем пока. До свидания. Дальше можно это дело дорабатывать. Надо чуть-чуть посидеть. Сделать более так... Живенько, чтобы было. Натурально. Все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова